Богоявление Минувшее воскресенье запомнилось одним из главных праздников православных – Крещением Господним. Отважившиеся окунуться в Иордании оставили этот день не только в своей памяти, но и на страницах социальных сетей. Древние традиции приобретают оттенок современности в фотографиях и видео, выложенных в сети. Чем еще запомнилась минувшая неделя и выходные? Что еще запечатлили березяне на своих смартфонах? Обо всем по порядку. Святки – время, когда уже отпраздновали Рождество и ожидают Крещения. Еще в старину эту традицию называли «ходить со звездой» или «христославий». Как чтут святочные традиции в Саранпауле? Смотрите в материале Ирины Будниковой. Дети из воскресной школы при приходе Казанской иконы Божьей Матери несколько дней радовали сотрудников организации Саранпауля своим исполнением рождественского тропаря и колядок. Во время выступлений настоятель прихода отец Алексей рассказывал о истории светлого праздника Рождества Христова и его значении для каждого из нас. Зрителям очень понравилось. Дети были одарены сладостями. Галина Викторовна Шендель отметила пользу работы воскресной школы для нашего поселка. Это очень надо, потому что в таком далеком поселке, мы как бы от Веры были далеко, хорошо, что хотя бы часть детей будет проникновенно этим всем, правда ведь? Получается, что детство с них зарождается. Но я думаю, что неплохо, чтобы это было традицией. И чем больше бы детей, уже сейчас посещая воскресную школу, зная, что там они изучают, а так как отец Алексей, он ведь достаточно дотошный, так что знаний много он принесет, а они к нам несут. Воскресную школу посещают дети от 8 до 14 лет. Они с удовольствием колядуют. И на мою просьбу рассказать, что им больше всего нравится во время таких походов, ответили. Мне нравится больше, что мы поем, и радость не разносим. Мне больше нравится, что люди начинают понимать, что они не из какого животного произошли, а их Бог сотворил. Конфеты. Ирина Будникова, авторское телевидение Березова, Саранпауль. В Крещенский сочельник в храм преображения Господня были доставлены уникальные святыни и реликвии, а в День Богоявления прихожане приняли участие в обрядах водоосвящения в храме и на реке. Подробности в материале Вероники Камельковой. 18 января в Крещенский сочельник в Игрим были доставлены мощевик с 24 святыми мощами Киево-Печерской лавры, иконы Святого Георгия, Елизаветы Федоровны и Иннокини Варвары, праведного Симеона Верхотурского, а также уникальный Нузальский образ Пресвятой Богородицы. Иконы также были с частицами мощей. В поселение святыни привезли представители Центра Осетинской культуры Алания из города Нягонь. Эти реликвии были переданы Центром Осетинской культуры в дар Нягонскому храму. И в прошлом году мы приняли решение с благословения архиерея правящего провести их по деревням, по поселкам, чтобы те православные люди, которые живут здесь, смогли помолиться, преклониться перед ними. Святые мощи или останки святых – одно из самых уникальных явлений. Это источник чудес и великой божественной силы. Любая, даже самая маленькая частица позволяет прикоснуться к святому и ко всей полноте той божественной благодати, которая пребывает в самом праведнике. Поэтому для того, чтобы как можно больше людей получили возможность прикоснуться к этой силе, христиане мощи разделяют. От этого их сила и сила веры людей не умаляется. А с какими молитвами и воззваниями обращаться к мощам и иконам, каждый верующий решает сам. Верующие люди, они сами знают. Они могут, конечно, прийти, помолиться, попросить святых о том, чтобы они молились перед ним, перед Богом. И Всевышний услышит их молитвы и, конечно, обязательно поможет. Естественно, тем, кто искренне верит, кто молится от души, от чистого сердца. За каждой святыней стоит целая история. Мощи и иконы, привезенные в Игрим, тоже ей обладают. Взять, к примеру, Нузальский образ Пресвятой Богородицы. Лик, который под штукатуркой Нузальской часовни обнаружили реставраторы. Образ Пресвятой Богородицы, который был обнаружен во время реконструкции в Нузальской часовне. Нузальская часовня находится в Северной Осетии. И вот по преданию в этой часовне был похоронен Суслан Давид. Суслан Давид – это муж царицы Тамар. Это грузинская великая царица была. Он был остином по происхождению, остинский тесаревич. И он был похоронен в этой часовне. Когда начали реставрацию, то, убрав штукатурку, реставраторы обнаружили этот образ. И он сегодня называется образ Нузальской Божьей Матери. Преклониться перед мощами святых можно было до конца дня. Далее реликвии отправились в обратный путь через другие поселения соседних районов. Мы благодарим людей, которые привезли нам эти мощи, которые нам захотели, чтобы все люди наши и гримчане пришли и преклонились к мощам. Попросили у них здоровья, семейного благополучия и всего самого хорошего. Не только для себя, но и для всех гримчан. Мы хотим поздравить с наступающим крещением Господа нашего Иисуса Христа. И всем желаем радости, здоровья, удачи и всего самого хорошего в жизни. И самый ожидаемый момент одного из главных для православных христиан праздника – крещения – наступил 19 января. Это День Богоявления. В память о том, что Спаситель своим крещением осветил воду Иордана, проводит ритуалы водосвятия в храмах и на водоемах. После утренней службы и освещения воды в церкви, прихожане направились в сторону купели, оборудованной на реке у пристани. Игримчане запаслись не только многолитровыми емкостями для святой воды, но и крепкой решимостью окунуться в купель, получив Божье благословение. Кто-то практикует такое купание на протяжении многих лет. Однако находятся и смельчаки, которые впервые на это решились. Одна из них – Дарья Сливинская. – Даша, ты первый раз сегодня ныряла? – Да. – Ну, расскажи, как ощущения? – Было страшное. Ну, все было холодно, но хорошо очень. Здоровья всем, счастья. Главное – здоровье, чтобы остальное еще купить. Верующая набирает в этот день святую воду, чтобы хватило на весь год. Области ее применения весьма широки. Ей нужно умываться, поливать цветы, добавлять в напитки, окроплять комнаты и многое другое. Каждый решает сам. – Воду набирали сегодня? – Да, воду набрали. – А расскажите, как ты ее используешь? – Чай буду даривать. Чай купить, чай доливать. По словам игримчан, несмотря на среднюю для зимы температуру, крещенский мороз все же пробрал до костей. Поэтому на купание решились те, кто поистине крепок к здоровьям и духам. А чтобы получить Божью благодать, достаточно даже умыть лицо освященной водой. Также взять воду и окунуться в купель можно было непосредственно в храме. Вероника Камелькова, Дмитрий Неттин, АТВ Березова, Игрим. Крещение Господне. По преданию, во время крещения Иисуса Христа было явление всех лиц Святой Троицы. Голос Бога Отца свидетельствовал о Сыне. Сын Божий крестился от рук Иоанна в реке Иордан, а Дух Святой в виде голубя сошел на Сына. Именно поэтому праздник крещения называют еще Богоявлением. Как древние традиции, интерпретированы в современности, смотрите в следующем сюжете. По евангельскому повествованию, Иисус Христос жил с матерью в Назарете до своих 30 лет. Он работал плотником с отчимом Иосифом. До этого времени Иисус почти никак не проявлял себя как Сын Божий. Однако, когда пришло время Иисусу начать земной путь, пророку Иоанну Крестителю было видение, в котором Бог велел ему прочитать проповедь покаяния и крестить в реке Иордан всех кающихся. В знак желания очиститься от грехов. Среди желающих креститься был Иисус. С тех пор традиция омовения в Иордане в праздник крещения продолжает соблюдаться православными. После службы крестным ходом верующие идут к купели, вырубленной в реке, где и состоится таинство крещения. Трехкратное погружение в воду в этом таинстве символизирует смерть Христову, а выход из воды – воскрешение. Надежда Маслакова из тех, кто не в первый раз и осознанно омывается в Иордане. Женщина готовит к крещению как свое тело, так и свою душу. Да и важное находит не в самом ритуале. Думаю, что вода может не самое главное, но главное – молитва, которая прочитана. И само состояние души внутреннее, чтобы верить – главная вера. В дореволюционное время в купель погружались те, кто на святках наряжался нечистью и ходил по дворам, так как уподобление нечисти – это противоречие традиционным христианским канонам. Для того, чтобы искупить свою вину, они погружались в Иордань. С того момента традиция обросла новыми трактованиями. Сегодня, к сожалению, есть такое, ну, наверное, даже можно назвать это суеверие, когда люди наивно полагают, что вот весь год грешил, и можно прийти на крещение, раз окунуться в купель-подрик совершить такой, и все грехи не прощены. Ничего подобного не происходит. Никакой духовной составляющей, глубокой погружения в купель нет. Хотя и известны случаи исцеления, но вообще, конечно, если мы хотим покаяться в реках, то до этого и станет поисковым. Также традиционно люди набирают в проруби святой воды. Богоявленскую воду принято пить только натощак, как святыню или снадобье. Ее употребляют для окропления храмов и жилищ, при молитвах, а также в качестве лекарства от болезней. Помимо соблюдения традиционных ритуалов, в день крещения стоит воздержаться от ссор и ругательств, проявить смирение и доброту. В Игриме проходят тематические мероприятия, посвященные праздникам крещения и Рождества Христова. Так, в рамках акции «Рождество для всех» в Центре преображения показывают вертепные спектакли для воспитанников образовательных учреждений Игрима. На одном из представлений побывала наша съемочная группа. Вертеп в переводе со старославянского – пещера. Так называют ту единственную пещеру, в которой родился Христос. Там разворачиваются главные события. Кукольный вертепный спектакль для ребят подготовила команда проекта «Преображение», а актерами выступили волонтеры Политехнического колледжа. Спектакль получился необычный. В нем акцент был поставлен не столько на рождение спасителя, сколько на трагические события Иерусалима, когда царь Ирод приказал умертвить тысячи младенцев. К нему приходит Рахиль, умоляя не убивать ее чада. Однако грозный царь неумолим. Несчастную женщину утешает ангел, а за Иродом в конце концов приходит сама смерть. Она тоже неумолима и сурова. История о том, как родился Иисус, и о торжестве справедливости над злодеяниями не оставила зрителей и самих актеров равнодушными. Я сегодня играла за Рахиль. Это мать младенца. Она предстворяет тех женщин, чьих детей убил царь Ирод. И поэтому она должна была быть как такой знак, который несет всю эту боль женскую, всю эту потерю. И все присутствующие девушки, женщины должны были ассоциировать себя с ней, чтобы понять, как это было. Если подумать, всей этой истории бы без этих событий не было. И люди бы не понимали, как это ужасно. К слову, многие актеры столкнулись с кукольным театром впервые, а это выступление стало для них и дебютным. Достаточно сложно, потому что сам этот театр, он достаточно такой сложный, потому что нужно просовывать эти держащие палки в специальные отверстия, чтобы двигать. А я играла на нижних этажах, и там очень сложно, это неудобно. По словам Натальи Голиной, ведущей праздника и участницы команды проекта «Преображение», такие спектакли проходят в рамках акции «Рождество для всех». И на выступления приглашают воспитанников детских садов, школ и других образовательных учреждений. В этот раз спектакль посмотрели ребята из Центра социального обслуживания населения. На взгляд Натальи Владимировны дети прониклись историей, радовались и сопереживали вместе с кукольными героями. А такой вид театра действительно завораживает. Ребята не часто сталкиваются с таким искусством, и тем интереснее наблюдать за жизнью кукол. В завершении вечера зрители познакомились с актерами, получили сладкие подарки и зажгли огни на рождественской елке. Вероника Камелькова, Дмитрий Неттин, Атывы Березова, Игрим. В Саранпауле верующие также окунулись в Иордане и набрали святой воды. О том, как это было, в следующем сюжете. Традиционно купание в проруби на реке Ляпин проходит ночью с 18 на 19 января. После освещения воды священникам отцом Алексеем жители Саранпауле начали умываться и набирать воду. А самые смелые переместились к палаткам, чтобы окунуться. Заметно, что для кого-то это давняя традиция, а кто-то впервые решил попробовать окунуться на крещение. Своими впечатлениями делятся жители и гости Саранпауле. Ну, твои ощущения, твои эмоции понравились тебе или нет? Мои ощущения были очень сильные, прям адреналин, эмоции зашкаливают. Было очень интересно. Я прям полной головой прогрузился в воду. Холодно. А какие ощущения, что ты чувствовала, когда окунался? Когда он находил первый раз, что ты чувствовала? Холодно. Сначала холод, потом тепло. А на душе-то как сейчас? Нормально. Супер, Даша. Счастливые, не замерзли, вода теплая, чаек вкусненький. Так, что нам еще? Я вот лично пятый год сюда приезжаю с Москвы специально купаться. Ну, я тоже пять лет уже. Пятый год, да, нынче? Да, в прошлом году я болела. Уже не можем, уже не можем, все равно идем, вроде и настраиваемся, потом вроде и как и настраиваемся, вот так вот везде и нас мучаемся туда-сюда, но все-таки потом приходим и уже не можем. Я поздравляю себя с Крещением. Я советую всем окунаться в купели, пить Крещенскую бороду. Действительно, после этого чувства всегда совсем по-другому. Какое-то успокоение на душу и, не знаю, не передавать состояние, оно очень приятное. Крещение Господне было организовываться администрацией сельского профессора Павль. Также были привлечены силы МЧС, силы охраны, то есть полиция, потом скорая помощь. Все были задействованы, молодежная организация раздавала чай, народу было много. Всем большое спасибо. Радует, что данная традиция не вырождается, а наоборот поддерживается детьми и молодежью. Ирина Будникова, авторское телевидение Березова, Саран Пауль. Торжественное празднование юбилеев совместной жизни в Березовском отделе записи актов гражданского состояния давно стало традицией. На этот раз здесь чествовали семью Школеренко. В середине января они праздновали свою золотую свадьбу. Поздравить их пришли не только многочисленные друзья, но и представители исполнительной власти. Подробности далее. Виталий и Лидия Школеренко познакомились в конце 60-х годов прошлого века. А знакомство произошло на танцевальной площадке. В то время это было традиционное место встречи. Раньше же были танцы в этом 60-х годах. Это был клуб, рыбокомбинатор. Его сейчас несли на против конторы. Пришел на танцы, увидел, пришли. Хотя бы мы росли здесь вместе, а не рады не встречались. Там я жила по Горькову, а я жил в экспедиции на центральной. Мы там вот так и познакомились. Результатом знакомства стало предложение Виталия о замужестве. Лидия согласилась, и вот уже 50 лет они живут вместе. За это время вырастили детей, появились внуки, которые, кстати, прислали свои поздравления в видеоформате. Также юбиляров поздравил глава Березовского района Владимир Фомин. Хотел бы пожелать вам, оставайтесь такими же, такими же любящими друг друга. Смотрите, вот все мы видели, как ваша внучка и еще одна внучка. Да, да, да. Еще одна внучка. Обе девочки. Ну, какая любовь у них в глазах, в их жестах, в словах. Это все искренне, это все правильно. Какие у вас замечательные дети. Здоровья вам. Здоровья и такой же активности, которой вот нам, еще не совсем взрослого, просто необходимо у вас учиться. Будьте счастливы, счастливы именно в Березово. Также Виталия и Лидию Шклеренко поздравили знакомые и друзья. Море цветов и доброжелательных улыбок стало вознаграждением за годы, прожитые вместе. А главное, что они получили, это надежда на то, что лучшие годы у них еще впереди. Валерий Белый, Никита Мамонов, АТВ Березово. Сибирские роки. Руслан Проводников минувшую пятницу отправился покорять расстояние в 100 километров из Березово в Игрим. Забег спортсмен организовал с целью привлечь внимание к сбору средств на лечение Юлианы Сырцевой. Благотворительная помощь, практика обычная для Руслана. Спортсмен старается помочь всем, кто его об этом попросит. В каких-то случаях это материальная помощь, в каких-то это возможность воспользоваться своей репутацией и привлечь внимание общественности. Уже в соцсетях огромный просто бум начался, уже люди помогают, поддерживают. Уже эта новость сделала большой интерес. Поэтому я уверен, что этот забег привлечет внимание и поможет. Я не знаю, смогу ли я этим забегом всю сумму собрать. Хотя бы показать то, что нельзя быть равнодушным. Жизнь коротка, и нужно жить здесь и сейчас. И жить для себя это скучно. Руслан пробежал 51 километр. Остальная часть забега была передана эстафетой. Люди, желающие поддержать Юлиану, приняли участие в эстафете. Напомню, у Годовала Юлиане поставили диагноз спинальная мышечная атрофия второго типа. Это генетическое заболевание, приводящее к постепенной атрофии мышц. Для лечения девочке требуется 150 миллионов рублей. На сегодняшний день собрано 10 миллионов. Если вы имеете возможность помочь Юлиане, вы можете это сделать, переведя средства по реквизитам, указанным на экране. Первые в этом году соревнования по баскетболу прошли в Березово. На паркете спортивной школы «Виктория» встретились 4 команды. Баскетболисты Березова и Грима сразились за звание лучшей команды. Подробности в сюжете Валерия Белого. Всего 4 команды, но зато какой спортивный дух присутствовал на соревнованиях. 4 тайма для юношей были результативными для березян. Тем не менее, и для игримских спортсменов они стали не самыми плохими в истории молодой команды. Сыграли мы, я считаю, нормально. Не супер, конечно. Могли лучше, но сыграли хорошо. Особенно напряженным стал матч за первое место среди женских команд. С преимуществом в несколько очков победу одержали игримчанки. Соревнования первые в этом году. Далее предстоит еще множество турниров. В этом году у нас первые районные соревнования по баскетболу. Открыли мы сезон. Ближайшее соревнование у нас первенство Березовского района по боксу с 7 по 9 февраля. Также у нас ожидается приезд команд не только из Игрима, но еще и в Анзитур, Триполярный, Саранпау. По итогам соревнований победители турнира получили заслуженные награды. Кроме этого, они получили подарки от местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Помимо красивого снежного городка, яркой иллюминации и новогодней елки, на центральной площади Березова появилась еще одна достопримечательность. Проходя мимо здания администрации, обратите внимание на полисадник, что по улице Ленина. Там можно понаблюдать за белками. Пушистые красавицы ловко перепрыгивают с ветки на ветку, а если повезет, можно рассмотреть их совсем близко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok